Всем привет, друзья! С вами я, Мария Шкаберда, и программа «До 17 и старше». Сегодня мы на премьере фильма «Политех». И, конечно, мы с вами поговорим о кино, ведь это рубрика премьера. Ну что, смотрите до конца и не переключайтесь, будет очень интересно. Погнали! Аня, а какую роль ты сегодня у нас играешь? Ой, я играю роль Лизы. Это девочка, которая живет в своем мире. Я бы так сказала, она немножко странная, но похожа, в принципе, на Аню Покров. Похожа. А расскажи, почему же зритель должен посмотреть фильм «Политех»? Ой, это очень замечательный, добрый проект для подростков. Будет очень интересный, потому что учеба, политех, проблемы подростковые, очень много любовных линий. Ну, классный, добрый сериал. Я считаю, что это один из лучших проектов сейчас, который выходит на рынке. Алексей, привет! Ты как режиссер фильма. Расскажи нам, как все-таки снимался фильм? Было очень много подростков, и это какая-то безумная энергия, энергия драйва, энергия того, что все хотят что-то делать. И когда ты работаешь с актерами такими опытными, которые постоянно снимаются, вот они при слове «дубль», они постоянно как-то так нехотя хотят что-либо делать. А здесь наоборот, здесь когда ты говоришь «дубль», они сразу так, давай еще придумаем что-то новое, что-то интересное, чего еще не было. Алексей, как все же можно удивить зрителей? Может, какой-то подбор актеров, или же определенные какие-то артисты, которые будут поддерживать фильм, или же какой-то трогательный все-таки момент? Зритель, конечно, смотрит много чего, и его достаточно сложно удивить, но в этом суть моей профессии, как раз-таки искать какие-то моменты, и самое главное – это делать все с большой любовью и добротой. Кася, привет! Расскажи, какого персонажа ты сегодня у нас играл? Ну, так как я играла учительницу английского, которая плохо знает английский, мне нужно было сказать о том, что «как вы добрались?» А, и я что-то говорила «how did you wrote?» Вот так просто, типа «wrote» и «wrote», и я вот так говорила. А ты сама в жизни чем-то похожа на своего персонажа? Внешностью, либо же какими-то определенными критериями? Да, я похожа на своего персонажа тем, что я тоже часто могу сказать, что это не попад, и надеюсь, что сегодня этого нигде не произойдет. А что ты можешь пожелать нашим зрителям при просмотре фильма «Политех»? Да, конечно, я в первую очередь хочу пожелать вам, чтобы вы получили удовольствие, чтобы вы вдоволь насмеялись, нахохотались, и чтобы этот сериал скрасил ваши осенние прекрасные вечера. Расскажи, есть ли какие-то определенные критерии, по которым ты выбираешь, какой фильм тебе посмотреть, а какой нет? Ну, например, я ориентируюсь на жанры, потому что я очень люблю документальное кино, люблю какие-то триллеры, либо какие-то психологические драмы, что-то запутанное и с очень непонятным концом, потому что зачастую всегда решает концовка. Ну и сегодня такой прекрасный сериал, премьера сериала «Алексея». Я безумно рада сегодня здесь находиться, потому что я считаю, что Алексей тот самый режиссер в России, который снимает с таким кайфом, и я давно подписана на него, и всегда следила за съемками этого сериала. Татьяна, здравствуйте. Расскажите, какие у вас все-таки были любимые или последние роли, которые вы играли в кино? Ой, у меня много ролей, много любимых. Я не могу выделить какую-то одну. Вот следующий сезон. Я снималась этим летом, этой осенью. Очень много должно выйти. У меня там и каскадерские трюки, и любовные сцены, и полные метры, и сериалы. Так что смотрите и не пропустите. Это нужно снимать детское кино, которое воспитывает. Я просто помню себя. Как бы мне ни говорили, что все, что воспитывается, это в семье. Но нет, должны быть хорошие книги, должны быть хорошие фильмы, которые говорят, что такое хорошо, а что такое плохо. А не так, как сейчас тенденция говорить, что вот злые герои, они хорошие. Вот мне вот эта тенденция не очень нравится. Я все-таки считаю, что ребенок до определенного возраста должен знать, что такое хорошо, а что такое плохо. Где добро, где зло. А расскажи, какая все-таки такая частичка или момент, который зритель, так скажем, запоминает, что прям хочется снова и снова пересматривать фильм. Какой именно? Ну, политех. Есть там такая частичка? Ну, конечно. Он молодежный, он такой весь бодренький и мотивирующий к знаниям. Вот ты в каком классе учишься? В пятом. В пятом. Вот. Мы снимаем про среднее специальное. Хочешь ли ты получить такие знания? Я всегда хочу получить все знания. Вот. И возможно, этот сериал будет мотивировать тебя получить какие-то определенные, касающиеся той или другой темы. Но в любом случае, после просмотра, ты не останешься равнодушным. Ну что, друзья, совсем скоро прозвенит звонок и начнется премьера фильма. Напишите быстрее свой любимый фильм в комментарии и немного расскажите о нем. А с вами была я, Мария Шкаберда, и программа «До семнадцать и старше». До новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ларионова Ирина. И рубрика «Это интересно». Сегодня наша программа посвящена интересной теме. «Аборигенные лошади России. Национальное достояние». И мы узнаем сегодня, кто такие аборигенные лошади, почему они нуждаются в нашей защите, и в чем прелесть вятской лошадки. Такого вы точно нигде не услышите. Аборигенные лошади – национальное достояние России. Аборигенные лошади встречаются только в определенном регионе планеты, и больше их нет нигде. Они уникальны. Они приспособлены под климатические условия данного региона. Очень давно насчитывалось более 25 пород аборигенных лошадей в России. А теперь осталось не более 10. К ним можно отнести такие породы лошадей, как якутская, башкирская, мизенская, кабардинская, карачаевская, приопская и многие другие породы. И, конечно, вятская лошадь. И эта лошадь очень вынослива и неприхотлива. Это ее главные достоинства и качества. Кроме того, ввиду ее аборигенности, она может прекрасно обойтись без человека. Поэтому она умна, сообразительна, быстро обучаема. И, как правило, благонравна. Таковы аборигенные лошади России. Уникальное национальное достояние. Почему же их осталось так мало? И почему они нуждаются в нашей защите? Аборигенные лошади не используются в большом конном спорте. Поэтому не так много внимания им уделяется. И, к тому же, мы прекрасно знаем, что на смену крестьянской лошадки приходят железные и стальные кони, которые вытесняют ее из хозяйства. Но лошадь остается неотъемлемой частью крестьянского хозяйства и огромным помощником фермера. Потому что лошадь может пройти в тех местах, где с трудом пройдет техника. Лошадь ответит вам преданностью и заботой, и вниманием. Лошадь одухотворит ваш сельскохозяйственный труд и внесет на него новые краски. А самое главное, лошадь выполняет уникальную работу как транспорт, как помощник в любых делах, которые связаны с тяжелым крестьянским трудом. К тому же, аборигенные лошади, ввиду того, что они приспособлены к местным условиям, очень легки в содержании и очень недороги в содержании. Они всегда нарядные, у них оригинальные масти. Аборигенные лошади бывают самых удивительных мастей, которые не встречаются часто у лошадей верховых или русистых пород. Они бывают чалые, каурые, саврасые, буланные, пушастые. Это очень красиво. У них всегда очень умные глаза. У лошадей вообще глаза очень умные, но у аборигенных лошадей, мне кажется, есть особая мудрость ввиду их самостоятельности по отношению к человеку. И умение выходить из сложных ситуаций тоже самостоятельно. Они же выживали всегда в дикой природе. Кроме того, аборигенные лошади используются в шоу-программах. Они очень нарядные и легко дрессируемы. Многие аборигенные лошади обладают благонравным характером, что очень важно в занятии любительским конным спортом и детским конным спортом. И к тому же конный туризм – это их прямое назначение. К тому же аборигенная лошадь хороша для возрождения национальных традиций нашей огромной, многострадальной и многонациональной державы. Это народные гуляния, катания в упряжках, прекрасная русская тройка, классическая запряжка, дуговая запряжка. Да и потом лошади хороши там, где они родились, где родился, там и пригодился. Там они смотрятся органично, естественно, нарядно. И главное, они на своем рабочем месте, в своем регионе, на своей родине. Это придает аборигенной лошади определенный шарм. И к тому же это воспитывает молодое поколение в любви к традициям и красоте и гармонии национальных обрядов, обычаев. Поддерживает нашу многонациональную культуру. Такого вы точно нигде не услышите. А теперь поговорим о вятской лошади. Прекрасной аборигенной породе российских лошадей. Эта порода очень древняя. Она известна с 12 века. И начало ее берет в северных регионах нашей необъятной страны. Эти лошади имеют качество легкоупряжных лошадей. Поэтому они очень резвы и в упраже, и под верхом. Их характерная особенность – именно резвость. У них высокие показатели. Они также умны, легко обучаемы и очень нарядны. У них небольшая, но очень красивая, аккуратная голова, выразительные глаза, очень богатая грива и хвост. Характерной особенностью вятской породы является разнообразие мастей. Они очень нарядные лошади. Распространены с аврасой, мышастой, буланной лошади. Есть и другие масти. Характерной особенностью этой породы является черный ремень по спине, который идет от холки до хвоста. И даже момент зеброидности на ногах, что говорит об аборигенности этой породы. К сожалению, как и все аборигенные породы, были малочислены в начале 20 века по известным уже причинам. Но дело в том, что группа энтузиастов возрождается аборигенной лошади. У аборигенных пород, если они не имеют назначения в качестве продуктов питания, потому что, что говорить, канину предпочитают многие народы. А если лошадь не является объектом питания, то ее судьба, к сожалению, в аборигенных пород часто трагична, поскольку не используется эта лошадь в большом конном спорте. И вот у вятской лошади тоже трагическая судьба. Группа энтузиастов в начале 80-х годов порода была все-таки восстановлена. Очень долгие годы она считалась утраченной. Во всех учебниках по коневодству так и было написано – порода утрачена. А вот теперь порода снова существует. Она воссоздана, есть куратор породы. Ей занимается Всероссийский институт, научно-исследовательский институт коневодства, как и многими другими аборигенными породами. И у породы снова есть судьба. И счастливое будущее мы надеемся. Вятская лошадь настолько особенная, что ее нельзя перепутать ни с какой другой лошадью. Она очень красива и имеет уникальный экстерьер. Характерно, что ее универсальность тоже уникальна, поскольку она великолепно движется и под седлом, и в легкой упряжи. И показывает очень высокий уровень резвости. Поэтому вятскую лошадь можно использовать в классическом спорте, например, в драйвинге. Так как драйвинг требует определенной компактности и маневренности лошади, как раз небольшой ее рост и высокий уровень резвости обеспечивает такой успех в этом виде спорта. Сегодня энтузиастами при поддержке кураторов пород проводятся всероссийские международные фестивали с участием аборигенных лошадей, спортивные соревнования, шоу-программы. И теперь мы знаем, что у вятской лошади будет будущее, потому что есть настоящее. Мне, как ведущей телепрограммы и преподавателю, очень хочется донести до молодого поколения историю нашей великой Родины, нашей России. И воспитать гордость за лучшие достижения, которыми являются в том числе и аборигенные породы животных. Пожалуй, все философы приходили к определенному и важному мнению. Об этом говорил Александр Сергеевич Пушкин, что народ, не знающий прошлого, не имеет права на будущее. И поэтому так важно рассказать об истории национальных традиций, донести их до молодого поколения и показать им, как прекрасна эта история, чтобы у нас было будущее. Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам понравилась наша программа. А с вами была я, Ларионова Ирина. До новых встреч в эфире. Всем привет, друзья! С вами я, Василиса, и это рубрика «Фрэшмены». Сколько зарабатывает тиктокер? За какую футбольную команду болеет Саша Стоун? А также в каком сериале снимается блогер? Итак, обо всем по порядку. Не переключайтесь, будет интересно. Саша Стоун – многократный чемпион России по боевым искусствам. После успехов в спорте Александр начал вести свой собственный блог. Идеалы и пропаганда здорового образа жизни оказалась близка многим. И сегодня за постами Саши Стоуна следит многомиллионная аудитория. Уже к 22-летнему возрасту Зарубин добился весомых результатов на спортивном поприще. Четырежды выиграл чемпионат страны по боевым искусствам, завоевал первое место на национальном первенстве по армейскому рукопашному бою и не единожды становился победителем на международных турнирах по боевому самбо. В 2016 году в ходе голосования Александры выбрали в молодежный парламент при Совете депутатов города Краснознаменск. Так он стал депутатом в 17 лет. В 2022 году у Александра появилось практически 2 миллиона подписчиков. Саша сам пишет игровые сценарии, в основе которых обычно лежат реальные истории. А потом сам же их и снимает. А вот слова Саши Стоуна о своем заработке. Я начал работать с 14 лет. И год за годом гонорары увеличивались. С детства родители дали понять, что деньги – каждая монета – это труд. Сейчас мой средний доход в месяц составляет около миллиона рублей. Это только за блогерство. А еще я помогаю отцу в его бизнесе. И там примерно такой же заработок. Вот недавно купил квартиру. Сейчас думаю поднатужиться и сделать своим родителям дорогостоящие подарки. Саша Стоун носит татуировку с числом 13. По словам бойца, эта цифра его преследует повсюду. 13 апреля родился. 13 номер в отеле или 13 ряд в самолете. Самое новое, вы знаете, самые бомбические новости. Александр признался, что является киноманом и предпочитает ходить на сеансы один. Также спортсмен не остается равнодушен к футболу. Он болеет за команду ЦСКА. Сейчас, после расставания с Валей Карнавал, Саша снимается в сериале «Постучись в свою дверь». Получить роль в таком огромном проекте – это большая ответственность и новый этап в жизни. Безумная мотивация работать еще больше, написал блогер в посте. Давайте же поговорим с Сашей. Внимание на экран. Это ведение или все-таки работа над собой? Это работа над собой. Насколько для артиста важен его внешний вид, цель, образ? Слушайте, в целом, мне кажется, это не только для артиста. Это для человека важно ухаживать за собой, следить за своим внешним видом. Это не говорит о том, что надо потратить какие-то огромные, колоссальные деньги на свои образы или еще на что-то. Тут как бы в силу того, кто что может позволить себе. Но, не знаю, там стильно одеваться и быть там ухоженным, и там ухаживатьсяими-то волосами и еще чем-то, я думаю, что должен каждый человек. А вам нравится эта рубрика? Тут мы рассказываем о самых популярных и о самых молодых личностях мира. Ну, наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Василиса. Всем пока! Всем привет! Это рубрика «Все о кино» и с вами Витя Беганский. В наших выпусках мы обсуждаем новости из мира кино и жизнь наших любимых артистов. Поговорим о музыкальной драме Сергея Жукова и абьюзе среди подростков. В каком фильме снимается роман Костомаров? Эпизод к какому фильму снимался в доме Филиппа Киркорова? В Голливуде подрастает достойная смена взрослым актерам. ТОП-5 фильмов, которые рекомендуют звезды. А эта новость будет интересна всем любителям кино. Сергей Жуков снял музыкальную драму «Плакса», в главной роли которой играл его дочь Ника. В сюжете о дружбе и первой любви поднимаются темы физического и морального насилия среди подростков. По словам продюсера проекта Сергея Жукова, эта история родилась у него в семье, когда у дочери Ники возникло недопонимание с одноклассниками. Наша съемочная группа побывала на премьере фильма. Давайте же посмотрим, что о фильме сказал сам Сергей Жуков. Внимание на экран. 52% подростков и школьников, которые в своей жизни столкнулись с буллингом, вдумайтесь, 52% это ровно половина. И поэтому, если мы сложим этот процент хоть на немножко уменьше, значит, миссия наша еще и такая человеческая, социальная, настоящая, тоже будет выполнена. Ну а музыка, музыка изменит вообще все в этой жизни, вы же понимаете. И поэтому у нас музыкальная грана, у нас музыкальное кино. Спасибо вам заранее за то, что вы будете сегодня видеть много того, что обычно в жизни мы морщимся, ну то есть и нам тяжело на это смотреть, но это и есть наша жизнь, поэтому, мне кажется, ничего лучше, чем по-настоящему показать проблему, наверное, еще не придумал. С первой серии зритель видит жертву, абьюзера, соучастников и пассивных наблюдателей. И если робкие смешки за необычную одежду выглядят наивными детскими шутками, то попытки утопить одноклассницу в бассейне или мочить ей голову в раковине школьного туалета производят серьезное впечатление. При этом картина не уходит в тяжелую моральную драму, как, например, фильм «Чучело», который снял Ролан Быков. В этом фильме играла юная Кристина Арбакайте и Юрий Никулин. Этот фильм поразит вас, игровая актера. Как вы думаете, эпизод для какого фильма снимался в загородном доме Филиппа Киркорова? А это «Елки-10», и фильм станет кинодебютом для Регины Тодоренко и видеоблогера Амирана Сардарова. Дело в том, что в этом фильме снимался его отец, поэтому Киркоров сам предложил снять один из эпизодов у него в доме. Артист отметил, что приглашение сняться в фильме принял не раздумывая, ведь поход под Новый год в кинотеатр на премьеру «Елок» стал доброй семейной традицией. Премьера фильма «Елки-10» запланирована на 7 декабря 2023 года. Приходите все смотреть. А вот и самая горячая новость. Роман Костомаров, за чье здоровье переживала вся страна, снялся в документальном сериале о жизни с протезами. Трехсерийный проект получил название «Киборг». Все три серии рассказывают о технологиях протезирования и о том, как же непросто приходится людям жить в теле с протезами. Герои фильма расскажут о том, как проходила их психологическая и физическая адаптация к новому телу. История олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова станет отдельной сюжетной линией. Он расскажет о своей реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами. Съемочную группу также консультируют эксперты. Например, хирурги-реабилитологи и люди, которые занимаются протезированием. Фильм, который ждут все. В Голливуде подрастает достойная смена взрослым актерам. Кто же это, спросите вы? Обязательно смотрите наш выпуск до конца, и вы все сами увидите. Один из этих талантливейших подростков – Том Холланд. Ну уж у этого парня точно есть секретный канал со вселенной. Все его мечты сбылись. Том хотел сыграть Человека-паука и стал одним из любимых персонажей-поклонников супергеройской франшизы. Желал, чтобы его любимую игру экранизировали и снялся в главной роли «На картах не значится». А еще он был поклонником Зиндаи. И теперь они обрученные. Представляете, как везет молодому парню? Ну и, конечно, Милли Бобби Браун. Звезда фильма «Очень странных дел» завоевала сердца миллионов зрителей. Она очень обаятельна и талантлива. Милли приглашает на самые многообещающие проекты. Сейчас молодому таланту всего 19 лет. А ее уже знают по всему миру. За ее спиной более 25 самых крутых работ. Я являюсь ярым фанатом фильма «Очень странные дела». И, конечно же, фанатом Милли. А какие фильмы вам с Милли нравятся больше всего? Пишите об этом в комментарии. А сейчас топ-5 фильмов по мнению звезд. Внимание на экран. Все фильмы с моим участием. Давайте, добро пожаловать в семью, первая часть. Добро пожаловать в семью, вторая часть, которая выйдет 2 ноября. Помню, помню, молодец. Вот, сериал «Стриптизеры». Моя любимая, моя главная звездная роль, наверное, там была. И еще очень много. Просто полистайте фильмографию и найдете очень много чего интересного. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Смотрите YouTube-канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был я, Витя. До новых встреч. Всем привет! С вами я, Александра. И я, Диана. И это рубрика «Хочу все знать». Ну что, поехали! Из выпуска вы узнаете. О черепахе с ракетом в голове. Что же за животное такое лягушка-род? Почему птицы спят стоя и не падают? Хоботковая собачка Петерса. Что же это за животное? Иной раз в наши головы лезет смешные и нелепые вопросы. Что диву даешься? Мы с Дианой задумывались, почему же птицы спят на ветке и не падают? Вот что я узнала. Чем сильнее напряжены мышцы птиц, тем крепче они спят на ветках. Во время сна пальцы птичек на лапках крепко охватывают веточку или жердочку и превращаются в крепкий замочек, который открывается только после пробуждения. Понаблюдай за просыпающейся птицей. Когда она выходит из фазы сна, то приподнимает тело и расслабляет сухожилие. Теперь она может снова двигаться и не летать. Кстати, есть птицы, которые спят стоя, да еще и в воде. Так любят дремать в сламинго и цаплинг. Считается, что они поджимают одну ногу, чтобы сохранить тепло и температуру тела. И это не единственные чудаки. Аисты могут спать прямо во время перелета. Правда, делают это по очереди. А темная крачка спит в полете над морем. Природа создала столько видов удивительных животных, что можно их изучать до бесконечности. Давайте вместе с нашей передачей познакомимся с самыми удивительными, нелепыми, странными и очаровательными животными нашей планеты. А ты можешь поверить, что есть черепахи с ирокезом на голове? Ирокез на голове на самом деле является водорослью. А черепаха – это австралийский вид, который появился около 40 миллионов лет назад. У этой черепахи есть специальные органы, которые позволяют ей получить кислород из воды. Она может оставаться под водой до трех дней. Саша, а ты слышала о таком животном лягушко-рот? Кто же это – лягушка или птица? Мне стало интересно, и вот что я узнала. Лягушко-роты названы так – в честь их широкого клюва. Когда они открывают свой клюв, чтобы съесть не пьяков, не насекомого, он очень похож на открытый рот лягушки. Эти птицы не очень сильны в полете, и они чаще всего отдыхают на каких-нибудь ветках деревьев, а оперение очень хорошо их маскирует. Лягушко-роты населяют Южную и Юровосточную Азию, Австралию, Тросманию и Новую Минею и острова. Диана, посмотри на эту картинку. Это хоботковая собачка Петерса. Ты слышала о таком животном? Это симпатяга с удлиненной мордой млекопитающей из семейства Пригунчикова. Обитают в Кении и Танзании. Животное названо в честь немецкого зоолога Вильгема Петерса. Хоботковые собачки живут исключительно на земле. Они активнее днем, а ночью спят в своих гнездах, сделанные в маленьких ямах. Или, например, иллийская пищуха. Крочечное млекопитающее родным из главного региона на севере Западе Китая было обнаружено в 1983 году и описано как новый вид в 1986 году. Иллийская пищуха принадлежит к исчезающему виду. Этих плюшевых мишек осталось меньше тысячи, и их вид продолжает исчезать. Вероятно, это происходит из-за изменений в климате. Ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Александра. И я, Диана.